Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан, и буквально сейчас, в считанные минуты, начнётся концерт Димаша в Ереване. Я искренне рад за каждого, кому посчастливилось туда попасть. А у нас сегодня метал-вокалист Педро Пенидес, он из Португалии. Всем приятного просмотра! Как она, народ? Как она, народ? С вами ваш... Как дела, ребята? Меня зовут Педро Пенидес, и я метал-вокалист группы под названием «Океаны апатии». В общем, сегодня мой первый день делания вот таких вот видео. Это реально мой первый раз. Я буду реагировать на парня по имени... Димаш. Думаю, я сказал это правильно. Димаш. Это певец, композитор и мультиинструменталист. Зачётно. Это очень хорошо. Он поёт песни на 30 языках. Ничего себе! Он из... Казахистан. Надеюсь, я сказал это правильно. Если нет, то напишите комментарий о том, какой же я невежда. Мне всегда интересно что-то новое. Я слушаю много металла. Много рока. Также я люблю R&B и поп-музыку. И мне хотелось бы узнать, он по-настоящему такой крутой вокалист? Давайте глянем. Мне нравятся декорации. Да, парень хорош. Обожаю его голос. Видно, что он чувствует песню. Тащусь от этого фальцета. Тащусь от этого фальцета. Тимошна. Обожаю, когда вокалисты вытворяют вот такие штуки. Немного вот этого R&B. Просто кайф. Вы, наверное, понимаете, что это очень тяжело сделать. Ох, какой задний план. Класс. Группа тоже на одной волне. Ядрёна Кошта. Восстань, как Феникс. Вы знаете, этот парень реально впечатляет меня. Потому что в него понапихано столько вокальных регистров. Он же поёт фальцетом. И потом берёт вот эту высокую ноту после фальцета. Это тяжко. Прям очень тяжко. Опа-на. Сейчас нам мало не покажется. Твою Мадейру. Он же величайший. Ну и ну. Очень хорошо. Молоток. По-настоящему славно. Я слышал, что он любит Майкла Джексона. Так вот, я тоже его большой фанат. Я рос на его песнях. Он оказал на меня сильное влияние. Хотя я и метал-вокалист. Но раньше я любил поп-музыку. А потом уже перешёл в метал. Я также использую R&B в своих песнях. Ну, давайте посмотрим. Я хочу, чтобы вы покричали. Я уже весь кричу. Представьте, что вы на концерте у Майкла Джексона. Ох, как бы я хотел, чувак. Так, это... Это реальный Майкл Джексон. Я помню это. Я помню, когда мне было 16, я дал концерт в честь Майкла Джексона. И это был просто ужас. Это было прям очень плохо. Помню это как вчера. Майкл Джексон был настоящим вдохновением для меня. И в вокальном плане, и как артист. Я пытался подражать ему. Классическая стойка. Это дань уважения. Давай. Погнали. Я на рахате. Конечно же, Билли Джин. Он что, сделает лунную походку? Блин, я обожаю. Я помню, когда смотрел это выступление в первый раз, и Майкл Джексон сделал лунную походку, чем взорвал мне мозг. Я годами пытался повторить это. Я пересматривал это снова и снова. Тогда у нас не было интернета, чтобы смотреть обучалки. Боже мой. Какой же я старый. Ладно, едем дальше. Да, сейчас что-то будет. Давайте посмотрим. Хорошо. Походочка была чуть не в ритм, но, в общем, славно. Ох, как же я люблю эту песню. У этой песни такая хорошая энергия. И это очень тяжело спеть. Нужно выложиться вовсю. Прекрасно. Он собирается... А ну-ка посмотрим, сможет ли он это сделать. Это нереально тяжело. У него великолепный голос. Я очень впечатлен. Это нелегкая песня. Я сказал это уже тысячу раз. Он спел это по-своему. И это было круто. Это было классно. Димаш, ты великий певец. Я теперь твой фанат. Уважуха, бро. Всем спасибо за внимание. Всех обнял. Всех люблю. Пока.